Режим ЧАЭС объявили в Западном Казахстане. Такое решение приняли местные власти. В регионе из мест подтоплений эвакуированы тысячи человек. Сейчас все службы брошены на ликвидацию последствий половодия. И это при том, что в стране ждут новые волны паводка. И не только на западе страны. Мои коллеги с подробностями. Еще буквально несколько дней назад режим ЧАЭС был объявлен в Уральске и четырех районах Западного Казахстана. Но сегодня паводковая обстановка ухудшается. И чрезвычайная ситуация теперь по всей области. Такое решение принято в Акимате региона. В настоящее время повышается уровень воды в пяти трансграничных реках, берущих начало в России. Именно поэтому усилены меры безопасности. Эвакуировано около четырех тысяч человек, половина из которых дети. Для пострадавших от наводнений организованы эвакопункты. В одном из таких мест оказалась и Севиль Куспанова. Она жила в садовом обществе «Ягодка». Когда сюда пришла большая вода, едва успела собрать документы и необходимые вещи, рассказывает женщина. Дома затопились. Дома как сахарные. Вот так все, влага идет, и она сыпется все внутри. Как, где жить? Вот вы любого спросите, как здесь жить. Я никак не понимаю вообще. Вот дети, эта половина в школу ушли. Алексей Шац потерял не только дом, но и имущество. Во время паводка семье удалось собрать только ценные вещи. О технике и мебели никто не думал. Пострадавшие теперь смотрят с телефонов на свои подтопленные дома и ждут от властей помощи. Только в том году ремонт закончили, отстроились до конца. Все опять залило. Не успел ни телевизора, ничего. Два телевизора огромных. Плазмин. Только вот купил летом. За 350 тысяч купил. Сына сейчас маленького отвез к матери, у матери, там, в однокомнатной квартире. Сами вот здесь с супругой ютимся. Вода с разных сторон постепенно окружает областной центр. Она заливает и размывает дороги. Десять населенных пунктов остались без транспортного сообщения. На автодорогах международного и республиканского значения зафиксировано четыре перелива. Зафиксировано, промоено водопропускной трубы на участке реконструкции автомобильной дороги под Степаной Федоровка, участок 0,36. В результате перебытия больших масс талых вод с района поселка Теректы. Сейчас на данном участке задействованы 14 единиц техники и около 20 человек личного состава подрядной организации. Синоптики сообщают, что в ближайшие 2-3 дня может существенно повыситься уровень рек Чиган и Деркул, так как вода идет с территории Оренбургской области с России. Больше всего могут пострадать дачные общества, где проживает около 22 тысяч человек. Дачников уже предупредили о возможной эвакуации. Тревожные ситуации в Карагандинской области. Там тоже в ближайшее время ожидают большое половодье. Что предпринимают в регионе, чтобы не допустить затоплений, расскажет моя коллега Марина Иневатова. Спасибо, Татьяна. В Карагандинской области обстановка действительно тревожная. Паводки охватили территорию Актагайского, Асакаровского, Бухаржираусского, Шецкого районов. Особенно сильно досталось последнему. Здесь подтоплено около 40 домов, большая часть из которых в поселке Аксу. Один дом полностью разрушен. И специалисты говорят, что это еще не пик. Грядет вторая волна. Основные спасательные мероприятия сейчас проходят в Шецком районе. Здесь объявлен режим ЧАЭС. Талая вода зашла в дома, сараи, дворы. В некоторых поселках погиб скот. Срочно эвакуировали 300 сельчан, из которых более сотни дети. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха. И специалисты ожидают, что выходящие из берегов реки затопят новые территории. Отмечу, что регион посетил вице-премьер Канат Бозумбаев. Он пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь. Есть в зоне риска и подтопления от 20 до 30 населенных пунктов в бассейне реки Нура. Будем внимательно наблюдать. И с Акимом области договорились, что Акимат будет превентивные меры предпринимать. Если нужно, мы из центра будем помогать техникой, людьми, финансовыми средствами. Любой ущерб пострадавших будет со стороны государства. И спонсоров предпринимателей нашей страны будет возмещен. А это мост в районе поселка Шупа. Стихия в считанные секунды разрушила переправу. Вода разлилась, охватив в кольцо небольшой аул. Дорога в объезд тоже затоплена, говорят сельчане. Люди оказались отрезаны от республиканской трассы Алматы-Екатеринбург. На помощь пришли спасатели. Выделили лодку, на которой доставляют продукты. Воду от домов отвели, но во дворах погибли лошади. Сельчане говорят, срочно нужно укрепить размытый земляной вал. Для этого есть техника, но нет топлива. Мы соорудили вал позапрошлом году. Вот этот вал немножко проходился. А потом у нас техника есть, но нам бы солярку дать. Местная техника есть. Потому что даже МЧСскую технику мы посмотрим, они к нам не смогут проехать. Мы как бы на острове остаемся. Дороги нет. Основной дороги у нас сейчас затопленная река разделяет. Поэтому хоть на лодках бы мы привезли. Спасатели отмечают, что 40% территории Нуринского, Асакаровского и Автагайского районов еще покрыты снегом. Туда сейчас брошены все силы МЧС и средства служб гражданской защиты. В Нуринском районе порядка сейчас, если считать, все регионы в работах задействовано порядка тысячи человек. Тысячи человек и более 150 единиц техники. Но большая часть из них сосредоточена именно в Нуре. И инженерная техника, и людские силы там. Они занимаются укреплением защитного вала по руслу реки Нура. Плюс еще по Ахтагайскому району, это по руслу реки Тохраун, самыми последними, куда придет самый наибольший объем воды. Это Харасу, Нармамбет, Сартырек, вот эти населенные пункты. Кроме того, специалисты следят за тремя крупными водохранилищами. Самаркандским, Интымакским и Ширубай-Нуринским. А также за ситуацией в поселках внизу в реке Нура. Марина Иневатова, Татьяна Рудометова, Астана Таймс.